Привет, друзья! Если бы я был Егором Летовым, то в принципе вот такой строй гитары был бы очень даже ничего. Но в современных реалиях, в общем-то, нужно настраивать гитару нормально, и поэтому сегодня обзор вот такого тюнера с Алиэкспресс. Поехали! В общем-то, смотрите, я заказал этот тюнер, у меня уже был на канале обзор вот этого тюнера, можете посмотреть в поиске. Это Korg, я не помню модель уже, модель, модель, какая модель-то? HTG-1. В общем, он в виде гитарной головки грифа. Ну, реально прикольный тюнер, и я им до сих пор пользуюсь. Зачем, во-первых, мне второй тюнер? Ну, смотрите, ситуация такая, то что я постоянно дома этим тюнером пользуюсь. То есть, ну, реально, я как бы не лень там в компе тюнер включать, или, ну, больше у меня на комбике нет тюнера. И я пользуюсь вот этим. Он лежит постоянно на столе. Вот. И когда я, бывает, иду на репетицию, я очень часто его забываю. И на репетиции очень неудобно получается. Приходится брать тюнер у басиста, а у басиста у него не прищепка, а такой втыкается, то есть штекер вынимать. В общем, короче, геморрой, тем более, не можешь постоянно подстроиться. И я подумал, блин, неплохо было бы купить какой-нибудь дешевый просто тюнер, чисто для репетиции, чтобы просто на репетиции, чтобы всегда его положить в чехол гитарный, чтобы он всегда лежал в чехле, и, как бы, никогда тебя не подвел. То есть у тебя всегда есть тюнер. Да, он может чуть не очень, но, как бы, всегда он есть. Для репетиции этого хватит. В общем-то, я решил купить вот такой вот тюнер. Это Joyo, модель GT-01. Я его купил, по-моему, за 126 рублей. Но вот сейчас я посмотрел перед записью видео. Я уже на нем играл, в принципе, не знаю, прилично, там, не знаю, может, месяца 3-4. Вот, сейчас я посмотрел, он стоит примерно 150 рублей. 150-160 рублей. Вот. Давайте посмотрим. Вот такая коробочка. Так, давай, доставайся. Да, блин, что такое? Там была еще какая-то инструкция, но, в общем, я уже не помню, где она. Осталась только коробочка. Вот такой вот тюнер. Смотрите, значит, в отличие от корга, в отличие от корга, да, корг, он просто, вот, все, он крепится и двигается только вот эта штука. Кнопочка у корга находится сзади, чтобы не нажималось, когда он просто в сумке валяется. Этот же, он, помимо того, что он вот так двигается, он еще поворачивается в любые стороны. Вот, вот прищепка. Это, на самом деле, очень удобная вещь. Сейчас покажу попозже, почему. Вот, включаем его. Включается он здесь, так что он может, в принципе, в сумке включиться. Но у меня он, по-моему, не включался, хотя я бы даже без коробки носил, потому что очень тугая кнопка, и ее нужно зажать. Но все равно, я думаю, включиться может. Вот. Вот такой вот тюнер. Давайте попробуем. Смотрите. Вот, значит, смотрите, корк я одевал тюнер вот так вот, да, то есть сбоку. И вот так вот его на себя направлял, и мне видно. Некоторые одевают вот так вот, вот так. Но тогда, получается, его приходится вот так переворачивать, он уже упирается в струны, я не знаю, как-то мне не очень эстетически это нравится. Плюс неудобно вот так вот лезть его, включать. То есть как его, либо сверху, но он наклонен. То есть руку постоянно выгибать, чтобы включить и выключить. Вот. А это часто приходится делать. То есть ты на репетиции раз играешь, после песни взять, подстроить. Да, тебе нужно его быстренько включить, подстроить, там, гитару, и выключить. И получается неудобно в том плане, что, как бы, ну, постоянно его тыркаешь, рука выгибается. То ли дело... Ну, давайте я его вот так сейчас повешу. Я сейчас еще оберну его к вам, тоже включу, так, чтобы он был. Вот. А вот этот тюнер спокойненько вешаешь, как удобно. Так. Оп. Вот так повесил. Вот так вот повесил. И потом просто вращаешь, как удобно. И на себя можешь вот так направить. Вот. В принципе, все. Но я сейчас направлю на вас. Так, давайте поближе. Так, сейчас мы как-то сделаем, чтобы прям круто было. А, ну вот тут тоже, кстати, не хватает. Все-таки по каким-то осям не хватает поворота. Ну, ничего страшного. Так, я могу вот так вот сесть. Ага. Ну, давайте смотрим, пробуем настроить. Вот смотрите. Вроде настроился. Поехали, следующее. Я раньше настраивал, знаете как, вот так вот. Тыркал постоянно и настраивал. Но потом я понял, что все-таки надо давать струне. То есть, самый первый удар, он чуть-чуть может высеть. И поэтому надо ударить и чуть еще задержать, чтобы было видно. Вот смотрите, видите, этот зеленым горит. А мой корк чуть-чуть красный. То есть, это о чем говорит? Что я вот сейчас подтяну, чтобы на корке было тоже только зеленое. А на том все время зеленое. То есть, он не такой точный. Я это сразу же заметил, как только стал им пользоваться. Что он не точный. Потом начал проверять. И реально, как бы... Тут они оба уходят. Но соль это такая струна. Соль это такая струна, которую действительно тяжело настроить. Она все время гуляет. Она все время какая-то... Чуть подтяжку на ней сделаешь, она поплыва. Вот что-то он там долбится. А вот сейчас корк, да, ровно стоит. А этот что-то долбится. Так, поехали. Дальше. В самом деле, настраивать гитару подтянура не такая же простая вещь. А поначалу, когда был еще... Ну, только начинал давным-давно играть на гитаре. Я реально не мог настроить. То есть я не понимал, как... Потому что она все время показывает чуть не точно. Сейчас я уже понял, что в начале может быть чуть-чуть небольшое отклонение там, допустим. Вот видите, на корге он вообще... На этом просто зеленый показывает, и все, на джойе. А на корге постоянно какие-то скачут. Ну, с шестой струной вообще сложно. А у меня еще шестая струна очень дребезжит сильно. То есть она близко к грифу. Так, мы проверим. Ну, вот, в общем-то... Я смотрю, то на тот, на тот не пойму, по какому строить. Но все равно настраивается, стараясь по коргу. Он более точный. Ну вот, вы сами все видели. Попробуем сыграть. В общем-то, вот такой небольшой обзорчик. В общем, что я могу сказать. Вот этот тюнер, прищепка корговская, ну реально. Я по ней даже мензуру настраивал гитары, чтобы она строила. Хотя сейчас уже струны старые, что-то она так подрастроилась. Тоже не совсем так звучит все четко. Вот. А вот этот тюнер, он реально, конечно, для этого не подойдет. Но зато на репетицию за 150 рублей, ребята. То есть реально дешево. То есть просто это копейки. То есть тюнеры, они стоят... Вот корг, он стоит примерно 1000 рублей. Может быть 900, сейчас я вот не знаю. Вот. А этот 150. Даже можно найти дешевле. Можно и за 100 найти, по-моему, на Алиэкспрессе. Ну я так взял за 150. Вот. Там звездочек, 5 звезд было, ну по отзывам. То есть нормально. И много заказов. Вот. И очень доволен. То есть на репетиции никогда он меня не подводит. В общем-то всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И нажимайте уже вот на этот колокольчик. Теперь всем надо на него нажимать почему-то. Пока.